Насыщенные футбольные недели подходят к концу. Национальные чемпионаты приближаются к экватору. В групповом этапе Лиги чемпионов остался всего один тур. Но на прошедшей неделе футбола было вдоволь. Гол 24 собрал все самое интересное. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Лига чемпионов В предпоследнем туре группового этапа было много интересного. Отметим яркую победу ПСЖ над Ливерпулем 2-1, победу Реала над Ромой 2-0 и спасение Тоттенхэма в матче с Интером. Теперь шпоры претендуют на выход в плей-офф, а также появившуюся надежду на Лигу Европы, победу Локомотива над Галатасараем и обеднейшее поражение ЦСКА от Виктории. В общем, российские клубы третий год подряд не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Ну и нельзя не упомянуть о жутких беспорядках в Афинах перед матчем АЕК-АЕКС. Впрочем, все подробности вы можете узнать в нашем традиционном обзоре Лиги чемпионов. Лига чемпионов — отличный повод попробовать себя на сайте 1xbet, где множество спортивных дисциплин и классные коэффициенты. Ссылка в комментариях. Атака на Глушакова В Лиге Европы подвел Спартак. Краснобелые вели у Рапида дома 1-0, но в середине второго тайма на поле выбежал болельщик, который побежал в сторону Глушакова. Все мы знаем об отношениях Дениса с фанатами краснобелых, они очень напряженные. Завязалась мини-потасовка, дебошира увели, но футболисты Спартака впали в такой ступор, что пропустили два мяча в ответ. К слову, в матче РПЛ Спартак победил Локомотив 2-1, один из голов забил Глушаков, а Смолов опять не реализовал важнейшей пенальти. А вот Зенит и Краснодар порадовали. Петербуржцы обыграли Копенгаген 1-0, а Быки одержали волевую победу над Акхисаром. Зенит обеспечил себе проход дальше. Ну а Краснодар мог бы это сделать, если бы Севилья не проиграла Стандарту. Кстати, был забавный момент в том матче. Оцените. Финал Кубка Либертадорос перенесли В Мадрид. Неожиданно, правда? В Аргентине перед ответным матчем финала между Риверплейт и Бока Хуниорс устроили такие беспорядки, что игроки Боки получили настоящие ранения. Сначала встречу отложили на несколько часов, потом на следующий день. Но через некоторое время было принято решение перенести игру в Мадрид, на Сантьяго Бернабеу. Встреча состоится 8 или 9 декабря. Подробнее об этом смотрите на нашем канале. Дни английских дерби Такое в ЭПЛ бывает, когда в один день проводятся сразу три сильнейших дерби. Коротко о каждом. В дерби Северного Лондона Арсенал вдруг взял и размазал Тоттенхам. Счет открыл Абамиянг. Затем Дайер и Кейн вывели гостей вперед. Но во втором тайме Арсенал припечатал соперника. Еще раз забил Абамиянг. По разу отличились. Лекозет и Торейра. В другом лондонском дерби Челси разобрался с Фулхамом. 2-0. Но самый сок выдали Ливерпуль и Эвертон. Команда Клопа победила благодаря курьезному голу Ореги на 96-й минуте. Ассист на свой счет записала Перекладина. ПСЖ упустил победу. Во Франции Монако снова проиграл. Дома. Мампелье. 1-2. Головин выступил в роли второго форварда под Фалькао. Был близок к голу, но попал в Перекладину. ПСЖ тоже потерял очки. Голов Мбаппе и Неймара хватило лишь для ничьей с Бордо. А Рома с Интером устроили в серии А знатную перестрелку. На голы и Карди и Кейта Рома ответила мячами. Уэндера и Каларова. Футболист Локомотива найден мертвым. Алексей Ломакин выступал за молодежную команду Локомотива. 30 ноября он уехал на тренировку и с тех пор не выходил на связь. Мать футболиста подала заявление в полицию. 2 декабря Алексея нашли мертвым. По словам его друга Ивана, они употребляли спиртные напитки, и он не помнит, где они проводили время. Также мама Ломакина заявила, что ее сын иногда употреблял психотропный препарат тропикамид, из-за которого поведение становится неадекватным. В Локомотиве подтвердили факт смерти игрока. Команда Гол 24 приносит соболезнования семье и близким футболиста. Золотой мяч Не забывайте, что сегодня вечером состоится церемония вручения золотого мяча премии лучшему футболисту года. Награда будет вручаться только Францфутбол, без участия ФИФА. Потому тройки претендентов нет. Есть только список из 30 номинантов. Как сообщает Миррор, Роналду и Месси не получат золотой мяч. А главным претендентом на награду является Лука Модрич, его главные конкуренты Гризман и Мбаппе. Неужели десятилетняя эпоха доминирования Лео и Криштиану подошла к концу? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!